Тунгусский метеорит 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 и затем с помощью экзансировочных экспедиций исследовалось на самом деле реально те крыльтись, которые мы видим с армитой путника. И значит были обнаружены перспективные места вдоль траектории, они располагались неравномерно, они располагались в виде двух скоплений. Вот одно из скоплений представляло собой совокупность круглых воронок, которые вот здесь вот представлены, она одна из них. И картографические сервисы позволяют определять какой профиль рельефа под любым местом, вот по этому профилю построен рельеф, вот он здесь вот такой. Видно, что навал существует, вот воронка проектируется, точнее вот эта круглая поляна, космоснимки проектируются в фигуру воронки. И видно, что навал разный по размеру, вот он здесь такой, здесь более высокий, то есть идет деградация навала в условиях Земли. Они не такие сейчас навалы, как тратеры на Луне. Здесь вот достроена просто форма навала, которая была исходной. На этом слайде показана совокупность воронок, которые расположены, изолированы, то есть между ними находятся расстояния порядка 2-5 километров. Вот мы что видим на слайдах, мы видим вокруг, вот воронка здесь в большом масштабе, видно как бы припухлость, вот такая вот Земли, она вот имеет кольцевую такую вот форму. И Земли, да, вот здесь вот еще, вот, то есть вот эта припухлость, она может быть результатом наблюдения с космоса вот таких вот навалов вокруг воронки. Из-за того, чтобы в этом убедиться, мы проводили и когницировочные экспедиции с выходом по этим координатам, и, в общем, это мы потом, я вам покажу. Вот здесь вот примеры тоже таких же воронок, здесь квадратная воронка. Ну, понятно, что если раздвиг грунта будет происходить посреди вот разломов, вот таких вот венейных комбинаций, которые дают вот такой гром, то тогда Земля будет выбухать вот по этим разломам, вот получится такая вот квадратная. Потом с Земли мы определяли, что это такое, оказалось, в самом деле навалы существуют. Более того, есть удобный индикатор растительности, который позволяет эти навалы фиксировать. Ну, как я говорил, в условиях Земли кольцевая дамба вокруг воронок может разрушаться, и за сто лет она, конечно, где-то разрушила, где-то осталась. Вот здесь видно, что там, где осталась сохранная дамба, на ней растет хвойный лес, а где она больше размыта, то растет березовый. Вот это панорама в центре оборонки на периметр. Видно, что, значит, то хвойник, то березы, то хвойник, то березы. Это в обе лето и хорошо видно хвойник, березы, хвойник. И здесь вот точно так же. И высота навалов по наблюдениям Земли составляет сейчас от 4 до 6 метров, когда оно сохранилось. А когда он размыт, то там может быть и полметра, и метр, и два метра. Вот здесь сравнивается наша воронка с воронкой от подтвержденного метеоритного кратера в Приморье. Вот это Соболевский кратер в Приморье. Под ним имеются кольцевые разломы. Это было показано сейсморазведкой. Навал имеет переменную высоту. Вот здесь вот склон. Склоны идут, потоки. С большой скоростью они больше размыли здесь навал. Чем по бокам он сохранился. Здесь вот идет перелив и уходит вода в реку. Здесь навал тоже он сохранился, но он ниже, чем по бокам. И это вот показано вот с помощью вот этих вот изолений. Но они одновременно показывают разломы, которые вокруг воронки имеются. Ну и есть еще внутри воронки тоже разломы, кольцевые. Это профили воронок на нашей траектории. Профиль воронок по разным азимутам. И видно, что, да, вот здесь вот это вот дно везде слева. Вот оно горизонтальное тут вот по всем графикам. Видно, что идет повышение. Это вот польцевая дамба. Потом она имеется. И снаружи она более размыта туда, в ту сторону. Вот здесь, знаешь, другой случай, как тут идет вот размывание. Здесь как раз вот этот склон. К нему идет поток вот под азимутом 180. И он больше размывает. А вот азимут 0, пожалуйста, вот сохранился. Это Тунгусска. На Тунгусске исходно, когда вот работала коммерческая самодеятельная экспедиция, потом там перед этим были экспедиции Флоренского, Болотоведы. И, в общем, они пришли к выводу, что там нету тунгусских воронок. И ветеринар был объявлен как бы не воронкообразующим. Но потом на столетие, в районе столетия падения, туда была экспедиция геофизиков. И они там применили георадар ЛАЗА, который разработал Копейкин. И оказалось, что то есть все-таки там воронки есть. И вот они имеют чешевидную или конусовидную форму. Ну, здесь разные слои. Вот они перемешаны, разными цветами они показаны. Вот эти слои перемешаны. Эти слои выделены разным цветом, контрастные по проводимости, по диэлектрической проницаемости. Вот эта воронка, это не воронка, это торфяник, который вот исходно для нет перемешивания слоев. То есть, вот я просто показываю, что на Тунгусске размер навалов еще меньше, поскольку там грунты торфяные, и они плохо держат форму. Они расплываются. Вот эта книга Копейкина, где, значит, где показаны радарограммы воронок на Тунгусске. На Ангаре, конечно, радарограмм никто не строил. Мы только провели реконструкцию на сегодняшний день. Это одна из воронок, и она имеет форму бабочки. Это бабочка. Стандартная форма для Тунгусского метеоризма. Там на эпицентре есть такие формы, в форме бабочки. Это телеграфник, то есть деревья сухие, без вороны, которые были, вороны были сдуты взрывом, который происходил в воздухе. На Тунгусске этот телеграфник тоже имеется. То есть, мы имеем тут как бы репетицию эпицентра, который вот на траектории произошел. А это, около этой же воронки, в форме бабочки, это деревья, которые, старые деревья, вот они вывалены, они упали. Они корнями помернуты в сторону воронки. То есть, тут тоже есть указание на то, что был взрыв в воздухе. То есть, это подтверждает, что траектория выбрана правильно. Там падали куски от метеорита, что и показывали очевидцы, которые говорили, что от метеорита отваливаются шары огненные или же искры. Вот это на воронке, на дне воронки растет вот такая травка. Возможно, это является индикатором каких-то минералов, каких-то геохимических соединений, которые мы можем там найти. И если какой-то геолог опознает это как индикатор минерального состава грунта, минерального состава породы, пусть отзовутся, но это да, чтобы имели в виду. Это близкорасположенные воронки, профиль под, рельеф под профилем, который проходит через эти воронки. Вот мы видим, что воронка проектируется сюда на дно. Здесь навал, и тут навал, и тут навал, и тут навал. Везде хорошо сохранились навалы. Их высота может достигать и 10 метров. То есть, ну вот здесь вот от двух воронок, вот, было сюда выброшено грунтом, могла вот такая большая возникнуть. То есть на хорошо сохранных воронках мы обнаружили, что даже до 14 метров есть навалы. Вот здесь тоже такие же близкорасположенные воронки. Вот здесь вот видно, что хорошо навал сохранился, и тут он, ну, высота 5 метров. А тут вот даже, я бы сказал, ближе к 10 метров. Вот и глубина воронок тоже здесь существенная. Да, ну, поскольку в тайге много полян, и не все они, естественно, являются ударными, следами падения от метеорита, а многие являются термокарствами, то вот здесь вот мы привели изображение вот воронки, которые с навалом, и воронки, которые, поляны точнее, которые не имеют навала. Вот они вот здесь вот, вот сюда вот конъектируются. Вот видите, совершенно другая контрастная картина. Это можно считать, полагать, что здесь вот термокарств, а здесь все-таки воронка. Ну, это должно быть подтверждено либо георадаром, либо с помощью прокопки, там, тростей, шурфов, курения, ну, и вот таких геологических способов исследования. Распад метеорита в той южной траектории происходил неравномерно. То есть там были участки, где выпадал, грубо говоря, метеоритный дождь несколько раз. Если мы будем рассматривать сихотарионский метеорит, то там метеоритный дождь выпадал только один раз в конце его полета, а из Тунгусского метеорита было несколько выпадений. Вот это другое скопление следов на тайге, и они, видно, что не являются кольцевыми, а являются продолговатыми. Это предполагает совсем другой механизм образования, и как вот это объяснить? Ну, если мы предположим техногенную природу, то есть какой-то предмет формы долговатый, даялся об землю, перекошетил, тогда получатся вот такие вот поляны, у которых длина 100 метров, а ширина 60 или 40. Вот еще есть разновидность следов на тайге, которые похожи на окружности такого серого цвета, и они могли образоваться от воздействия сферических ударных волн. Но почему не поляны образовались, а вот окружности, это тоже отдельный вопрос. И мы все-таки делали же реконструировочные экспедиции в район этих следов. И оказалось, что эти окружности выполнены на грунте с помощью канавок, кольцевых канавок, которых глубина, ну, в среднем 2 метра, ну, где-то меньше метр, где-то больше 3 метра. И они идут по кольцам и образуют вот такие вот следы. Причем, вот, понимаете, они похожи на цветик-самецветик, либо концентрические. В окружности это говорит о затенении от ударных волн. Ну, это тоже, опять же, предполагает техногенную версию. В общем, призрак звездолета виден и на южной траектории тоже. Вот здесь вот, кстати, показан вариант, когда вот затенение может проектироваться, вот, ну, вот, как может быть устроено затенение. Да, вот, призрак звездолета был обнаружен также и при исследованиях в эпицентре. И эти результаты старались не, вот, когда была комплекс самодельной экспедиции, эти результаты старались, ну, не афишировать. Вот, хотя, конечно, у Костракта участники экспедиции разговаривали, обсуждали в основном именно техногенную версию, что прилетел космолет. Вот, ну, и все нестыковки природных, спонтанных версий были сейчас собраны недавно, вот, Жаралеву-Медюкову книгу, и выпустили ее они, и обозвали ее призрак звездолета. Ну, я лично не берусь судить, что там было, поскольку я не специалист, и в теме только, можно сказать, с 16-го года, вот, 6-7 лет. Ну, у меня рабочая гипотеза такая, что верны все 50 теорий, но они верны на разных участках пути движения метеорита. Ну, допустим, так вот, схематически, кратко, можно сказать, что пролетела комета, в ее ледяное ядро был вборожен космолет, лед подтаял, космолет сошел с орбиты и продолжил самостоятельные маневры. Остальная масса густого космического тела продолжала двигаться к эпицентру, где взорвалась. По дороге основная масса разрушалась, из нее выпало несколько метеоритных дождей, а в конце возник плюм, то есть плазма, взрыв плазмы. Сейчас наши гагностировочные экспедиции окончены, необходимы уже разведочные экспедиции, но пороху не хватает. В общем, мы приглашаем желающих, у кого есть приборы, кто может ими пользоваться, геофизические приборы, которые могут просвечивать Землю, чтобы найти метеоритное вещество. Ну, здесь финансирования, ясное дело, нету, но зато будет слава первопроходцев, романтика и запах неведомого, загадка век. В общем, милости просим, обращайтесь, спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok